Провели интересное исследование всех мировых CEO больших корпораций и поделили их на две группы. Те, кто были успешны и при этом работали 20 часов в сутки, и те, кто имели какую-то нормальную более-менее жизнь. Что интересно, все, у кого была более-менее нормальная жизнь, они отличались прежде всего тем, что больше половины своего времени тратили на подбор персонала. Они фокусировались на подборе талантов, в то время как те, кто работал сутками, тратили на всего лишь 10% времени. Набор людей и фокус на это – это самое главное, на мой взгляд, что есть в бизнесе. И по сути своей бизнес – это просто. Люди – это сложно. Как-то я взял на работу топ-менеджера. Пускай его будут звать Олег. Он работал боссом в крупнейшей мировой корпорации. Я был так впечатлен на его резюме, что по сути своей все собеседование сводилось к тому, что я убеждал его перейти к нам на работу. Я думал, что Олег придет к нам работать, и бизнес улетит в космос. И бизнес на самом деле улетел. Только не в космос, а в трубу. И хуже того, у меня пропало все мое личное время. Я все его тратил на то, чтобы общаться с этим Олегом, решать какие-то проблемы и прочие-прочие вещи. И когда я понял, что я с Олегом разговаривал больше времени, чем со всеми своими друзьями-местезиатами, я его, естественно, уволил, нанял хорошего топ-менеджера и смог вернуться в спорт и к семье. Вывод такой, что никогда не продавайте вашу вакансию и не проводите интервью одновременно. Продажа вакансии и проведение интервью — это два совершенно разных процесса, в которых работает наш мозг. Если вы продаете вакансию параллельно с интервью, то вы пытаетесь сделать так, чтобы кандидат выбрал вас. Если вы выберете его. И вы пытаетесь понравиться тогда, когда нужно на самом деле слушать. Если человек пришел на интервью, то нужно проводить интервью. Продать вакансию нужно в другой раз. Поэтому даже если к вам придет устраиваться Илон Маск, проводите интервью. И правильное интервью. Люди врут. Мы все это знаем, и топ-менеджеры умеют делать это особенно искусно. Они умеют говорить нам именно то, что мы хотим услышать. И правда также в том, что обнаружить эту ложь крайне сложно. Однако есть способ. Знаете, как учатся нейросети? Им на вход нужно показать картинку. Например, если вы хотите научить ее, чтобы она распознавала лица, нужно показать картинки, где лица есть и где лиц нет. Аналогично и с ложью. Я часто, когда начинаю собеседование, прошу кандидата мне соврать. Рассказать что-то, что является умышленной неправдой. Что-то, что он делал, чего он на самом деле не делал, например, в своей работе. Рассказать про какое-то утверждение, которое на самом деле не было. И когда он это делает, если это правильно сделать, если он не улыбается и не шутит, и он на самом деле пытается вас обмануть, можно увидеть, как он это делает. Что интересно, что после какого-то количества таких вещей вы сможете видеть ложь гораздо лучше не только с этим человеком, но и в принципе в жизни. Потому что люди врут очень похожим образом. И очень многие вещи на лице они не контролируют. Когда вы таким образом ставите вопрос, вы можете найти очень интересные моменты. На мой взгляд, вообще, знаете, нету большего искусства в бизнесе, чем искусство задать вопросы. Большинство вопросов, о которых мы задаем друг другу, очень поверхностны. И ничего нового они не дают. Открыт ли ты настолько, чтобы показать мне историю бродинга твоего телефона прямо сейчас, например. Хотя и слова, которые мы используем вообще в целом в задании вопросов, они невероятно важны. Потому что они, по сути своей, программируют то, как будет работать наш мозг. Эту презентацию я начал, доделывал вчера в 12 ночи. И можно у себя спросить, почему ты все время все делаешь в последний момент? И мозг скажет, потому что ты разгильдяй. С другой стороны, если спросить, что бы я мог делать для того, чтобы не делать все в последний момент, то мозг скажет гораздо более полезные вещи. Не стресс, не читая столько про белорусские новости и прочие вещи. У нас там сейчас сложно все. Мы очень часто ищем ответы на вопросы. В то время как на самом деле в бизнесе гораздо более эффективным являются сами вопросы, которые вы задаете. Сегодня я хочу поделиться теми вопросами, которые, по моему опыту, позволяли понять правду про Канадовск больше всего. Я скажу, что вообще вся эта история, которую я сегодня расскажу, это мой личный опыт. Это никакая не теория, не догма, это не что-то такое, что позволяет претендовать на какое-то правило, структуру проведения интервью и собеседование кого-то еще. Это просто ряд каких-то определенных вещей позволили мне это делать лучше и эффективнее. Причем это чисто практические вещи, которые все из такого обычного жизненного опыта. И более того, именно потому, что если бы я, например, эти вещи знал, скажем, 10 лет назад, у меня было бы больше времени на спорт, на жизнь, на другие вещи, я бы не делал бы тех ошибок, которых я сделал. Мои самые любимые вопросы связаны с детством. Кандидаты очень любят про это рассказывать, очень быстро раскрываются. И самое интересное, что рассказывают какие-то невероятные подробности. Например, вопрос, какие ценности из вашего детства актуальны сегодня в вашей работе. Как-то я собеседовал сотрудника юриста, задав такой вопрос, услышал, что, оказывается, он не просто юрист, у него бабушка юрист, мама юрист, папа юрист. И вообще, когда он сидел в детстве дома, он слушал про Гранатский кодекс сказки вместо сказки про Винни-Пуха и прочие вещи. Страсть к праву — это было то, что ему передала его бабушка. Бабушка очень известная, гуглится очень хорошо, поэтому история правдивая. Вопросы про связь детства и бизнеса зачастую позволяют приоткрыть жизнь, дверь в жизнь кандидата. Когда мы проводим интервью и одновременно продаем вакансию, мы делаем очень большую ошибку, которую также часто делают люди. Мы даем слишком много информации в отношении того, что именно мы хотим услышать в ответ. А по сути своей, одним из главных критериев качественных вопросов является то, что человеку не должно быть понятно, почему именно он это спрашивает. Например, можно спросить, какие у вас ценности. Сотрудник вспомнит ваш сайт, что там было написано, и скажет, я там люблю результат, что мы там еще, еще, еще. И, скорее всего, не факт, что это будет правдой. С другой стороны, если у него спросить, расскажи про какого-нибудь самого классного вашего сотрудника. И потом он скажет, например, Вася, делал то-то-то и так далее. И потом спросить у него, за что именно ты его ценишь, то он, скорее всего, назовет именно те вещи, которые на самом деле являются для него ценностями. Аналогично можно спрашивать про то, что, про какого-нибудь плохого сотрудника. Суть в том, что любые вопросы, ставить людям четкие цели, это важно, да? Это бред. Он ничего не дает, по сути своей. Правильный, качественный вопрос, это вопрос, на который непонятно, зачем вы его спрашиваете. Знаете, что общего между сексом и проведением интервью? Половина людей считает, что они делают это очень классно. И что интересно, что я все время спрашиваю у людей на собеседованиях, скажу, что какие-то, особенно у менеджеров, которые проводили много собеседований, научите меня чему-нибудь в отношении проведения собеседований. И так редко слышу какие-то интересные вещи в ответ. Мало, на самом деле, по этому поводу написано книжек. И вообще в целом нужно понимать, что психология, как таковая, не является наукой, которая позволяет предсказывать поведение человека. Поведение человека зависит от большого количества различных факторов, которых невозможно предсказать. Именно поэтому эта самая история в отношении того, как занимать людей, как проводить интервью, является действительно супер важной. И супер сложной. В Big Money, например, очень редко, когда слышишь вопрос, как вы проводите интервью, как вы проводите собеседование. Хотя многие люди, которые дают интервью Big Money, успешны именно потому, что они очень классно и качественно умеют это делать. И очень многие компании, много менеджеров, которых я знаю, все говорят одно и то же. Что все самые большие кошмары в жизни связаны с тем, что он нанял неправильного человека. И также все самые большие достижения в жизни связаны с тем, что взял классную, качественную команду. И не почему другому. Среднее время, которое люди читают резюме и готовятся к интервью, это 6 секунд. И вы знаете, что мы тратим в 30 раз больше времени, чтобы сходить в туалет. И при том, что от того, как мы проводим интервью, как мы готовимся к интервью, от этого зависит, по сути, весь наш бизнес и еще, ко всему прочему, по сути, наша личная жизнь. Потому что никто не может быть счастливым, если у него на работе все происходит кошмар. Если он работает с теми людьми, которые того не заслуживают. В моем понимании, в отношении очень важная вещь это готовить вопросы заранее. Если мы слушаем и одновременно думаем на тему того, что следующее спросить, мы не слушаем. В идеале, вообще, один человек тут вопросы, а другой внимательно слушает и записывает. Заметки. По моему опыту, лучше всего писать то, что человек говорит, практически дословно. Ну, там, не искажая, не думая на тему того, чтобы идти какие-то определенные выводы. Параллельно писать справа о том, как он в себя ведет, как меняется имени его лица, какие-то жесты. Очень многие вещи, которые вы сначала не можете объяснить, вы можете потом их понять через какое-то время. И это откроет какие-то новые грани кандидата. Например, если он постоянно дергает ухо, и вы не понимаете, почему, потом при ответе на какой-то вопрос вы видите, что он, очевидно, врет, то, скорее всего, другие случаи, когда он дергал ухо, тоже он врал. Вообще, любопытство к людям — это мышца. И задача ее максимально прокачать. Потому что каждый человек достоин того, чтобы его внимательно слушать. Мне нравятся вопросы в формате «от одного до десяти». Например, спросить человека, насколько ты был успешным в этой роли. Скажи «от одного до десяти». Люди говорят, например, «семь». Потом ему говорят, что ты мог сделать, чтобы это было не семь, а десять. И тогда ты слышишь, на самом деле, то, чего он не делал. То, что вообще, каким образом он думает в отношении того, что такое идеальный менеджер и каким образом он может стать лучше. У меня знакомый задавал вопрос жене. Говорит, как ты как жена, типа «семь от одного до десяти». Она говорит «восемь». Говорит, а что было бы, если бы ты была на десять? Она говорит, ну тогда бы я, наверное, тебе не звонила каждый вечер по десять раз. И перестал звонить. Поэтому как бы полезный вопрос, на самом деле. Очень интересный вопрос к кандидату. Что про вас бы сказала ваша жена? Люди очень часто отвечают «позвоните и спросите». Я не знаю. И классный ответ «давай телефон» и звонить. И на самом деле можно звонить. И самое интересное, что это то, что действительно позволяет узнать много чего нового и интересного, потому что жена не знает, в каком контексте находится разговор. И она, как правило, с удовольствием расскажет про своего мужа. Все самое интересное, что только можно услышать. И вообще, на самом деле, вот так же можно спросить, что про вас кажется ваш лучший друг или ваш сотрудник и прочие какие-то вещи. И опять же позвонить. Тишина. Зачастую самое интересное люди говорят тогда, когда не тогда задаешь вопрос, а когда делаешь паузу. С 20 секунд это вечность. И слышишь такие интересные реакции, которые, по сути своей, никогда бы в жизни не увидел. Вот виза этого дела. В комментариях под ютубовскими всякими интервью вы можете часто увидеть очень интересные аспекты, которые не видел интервьюер. Причем, что интересно, что каким бы классным не был бы этот интервьюер, он все равно, когда ведет интервью, он думает на тему того, как он выглядит, как он отреагирует, как ему нужно отреагировать на какие-то вопросы. И часть его мозга занята. Мы, когда сидим дома и смотрим ютубовскую видюшку в спокойном состоянии, мы даже на одной скорости, мы зачастую видим вещи, которых никогда в жизни человек рядом бы не увидел. Очень полезно записывать видео, потом их проигрывать и смотреть на человека новым образом. Очень мне помогает всегда ограничивать время, потому что приходится задать очень много вопросов. И если вначале сказать, что у меня мало времени, я буду вас прервать, если услужу то, что мне нужно, то это тоже очень сильно помогает. У меня был случай в жизни интересный, когда при рассудке уважаемый мною руководитель банка берет резюме и говорит, ты что, с ума сошел? Я говорю, что такое? Ты хочешь взять работу? Я говорю, ну да. Он говорит, он же близнец. Я говорю, в смысле? Он говорит, близнецы не бывают надежными людьми. Ты еще не знал? Я говорю, как? Я говорю, то есть мужик, в 2016 году уважаемый директор банка верит в астрологию. Представляете? Причем это не просто какой-то там нормальный, успешного банка причем, да? Другой случай, который я видел, человек берет резюме, смотрит и говорит, не. Что такое? Он говорит, имейл у него, смотри, какой, веселый бобик, собачка, что там, mail.ru. Я говорю, ну и что? Что веселый бобик? Говорю, это не говорит ничего, какой он кандидат. Но правда в том, что мы часто берем людей на работу, которые похожи на нас. И это неправильно. Потому что силу организации, дает, как правило, наоборот, разнообразие. Предрассудки очень мешают. Вы знаете, что лондонский симфонический оркестр брал только мужчин. Потом они решили проводить закрытые прослушивания, когда не было видно того, кто играет. И стали приходить женщины. И что интересно, что после этого они стали одним одним из лучших оркестров в мире. Предрассудки очень мешают. Возьмете ли вы на работу менеджера, который употреблял наркотики, ездил в индийский ашрам, имел дислексию, часто менял работу? Скорее всего, нет. А его имя Стив Джобс. Идея в том, что есть море предрассудков, и нужно про это понимать и знать, и видеть их не только в себе, но и в тех людей, которые набирают у вас на работу сотрудников. Совершенно, на мой взгляд, не имеет смысла задавать гипотетические вопросы. Что бы ты сделал, если бы вдруг ты оказался в такой-то ситуации? Гораздо более интересно спрашивать вещи про какие-то реальные практические ситуации, в которых менеджер был. Расскажи про случай, когда ты эмоционально взорвался. Расскажи, что ты делаешь, если ты стоишь в пробке и там все вокруг двигают или не знаешь, не можешь проехать. Расскажи про то, когда у тебя с кем-то был конфликт. Причем, что важно, что наш мозг искажает события, которые были более чем два года назад. Вообще, нет никакого смысла спрашивать про то, что было слишком давно. Как правило, самые интересные вещи это то, что происходило последние два года. Вокруг вот именно конкретных ситуаций, которые случались с менеджером, задать вопросы самое интересное, самое оптимальное. Топ-менеджер должен уметь делать огромное количество вещей и по сути своей задача интервьюера понять это по всем параметрам. Вы знаете, очень часто бывает так, что приходят люди на интервью и говорят не о чем, говорят, ну, вроде все понятно. Как понятно? Ты же должен по сути своей оценить человека по куче разных параметров. Должен понять, насколько он хороший как лидер, насколько он умеет влиять, насколько он умеет ориентироваться на результат и прочие-прочие-прочие вещи. И вокруг каждого из этих навыков можно задавать свои интересные вопросы. Интересно спрашивать вещи вокруг. Расскажи про ситуацию, когда организация столкнулась с реальными проблемами. Как ты себя вел? Расскажи про ситуацию, когда направление вашего бизнеса поменялось. Интересно спрашивать вообще, что бы он сделал по-другому, если бы все вернуть обратно. Хорошим признаком является, что всегда что-то можно сделать лучше. Если человек говорит, что ничего, я сделал все идеально, то, как правило, это плохой знак. Одна из главных качеств вообще менеджера это создавать из хаоса порядок. Мне нравится вопрос, расскажи про ситуацию, когда было ничего непонятно, и ты разобрался и придумал, каким образом это объяснить. Коронавирус, например. Или расскажи про ситуацию, когда другие говорили, что что-то сделать нельзя, а ты все равно этого добился или не добился. Интересно, что один из ответов, после которых обычно не о чем разговаривать, это когда человек говорит, люди не меняются, учить их бесполезно. Если человек топ-менеджер и такое говорит, то это как бы для меня лично это все. Одна из главных задач топ-менеджера это развивать свою команду. Поэтому интересные вопросы всегда вокруг того, расскажи про человека, которому ты помог перейти на новый профессиональный уровень. Как ты это сделал? И классные руководители, как правило, могут рассказать кучу интересных историй. Что они делали, как они менторили человека, кем образом ему помогали и так далее. Хотя я очень горжусь тем, что очень многие люди, которые работали у нас, они стали руководителями, основателями множества компаний больших айтишных в Беларуси. Всегда интересно послушать про то, как человек делегирует. Является ли делегирование в его понимании просто идея о том, чтобы отдал и забыл кому-то что-то. И наоборот, если он делегирует, то может быть он кого-то там микроменеджер до смерти. Вопросы вроде того, расскажите пример большой, серьезной задачи, которую вы делегировали. Они очень помогают понять вообще в целом, как топ-менеджер это делает. И на самом деле делегирование – это про то, чтобы понять, кто это может сделать. Как вообще понять, кто это может сделать. Как понять, чем этому человеку помочь. Как его проконтролировать. Каким образом с ним общаться, взаимодействовать и так далее. И вот по сути своей, вокруг этого дела, вокруг того, как человек про это говорит и что он думает, тоже очень многое зависит. Я вам скажу, что по моему опыту самое полезное, самое интересное – это не то, что люди говорят во время звонка рекомендации, а то, что они не говорят. Интересные вопросы спросить. Если бы человек у вас остался, какой был бы его следующий карьерный рост? И чего ему, например, не хватало для этого дела? При каких условиях сильные стороны этого кабинета раскрываются лучше всего? Человек, который его заменил, работает лучше или хуже? Интересное наблюдение. По моему опыту, опять же, все, что я говорю, это мой опыт, это никакая не теория, это не какой-то там исследовательный учебник или прочие вещи. Часто я вижу, что успешные, классные топ-менеджеры это выходцы из очень сложных семей. Папа алкоголик, мама умерла, дом сгорел и так далее. И эти люди очень сильно смеются, когда сталкиваются с какими-то реальными сложностями в жизни. Потому что, если человек переживает, не пережил нищету сумасшедшего отца, два ограбления, проблемы в бизнесе кажутся ему не такими и серьезными. Бойтесь людей, которые не переживали больших сложностей в жизни. Потому что, когда приходит кризис, на них очень сложно положиться. Есть много всяких способов, каким образом можно оценивать культуру кандидатов. И вот мне больше нравится вот эта вот модель. Здесь есть две оси. Одна – это люди, которым нравится быть больше независимыми. С другой стороны, те, которым нравится быть более взаимозависимыми. И другая ось – это стабильность и гибкость. И вот есть там восемь видов культур. Те люди, которые более ориентированы на стабильность – это авторитет, безопасность. Те, которые ориентированы больше на гибкость, им нравится обучение или нравится какая-то высокая миссия или цель. С другой стороны, если мы говорим про ось независимость-взаимозависимость, независимым людям нравится ориентация на результат или же на удовольствие. Людям, которым больше нравится взаимозависимость, нравится порядок, либо же забота. И в отношении культуры, сейчас не буду говорить на тему того, как это определяется, но есть культура организации, есть культура кандидата. И есть два подхода. Если компания находится в каком-то состоянии, когда ей нужно все поменять, то очень классно брать на работу людей, которые не соответствуют культуре компании. И наоборот, если все стабильно и хорошо, то лучше брать тех, кто каким-то образом соответствует этой культуре. Кстати, да, еще интересная вещь, что когда очень часто смотришь резюме, очень важная вещь, которую мне нравится делать, это понимать, что именно происходило с индустрией, где работал человек, когда он работал в этой компании. Люди, которые работали в туризме сейчас, время коронавируса, это люди, которые прошли через ад и кошмар. И они отличаются по своему опыту, в лучшую сторону, в моем понимании, от тех людей, которые работали в туризме, скажем, 5 лет назад. Поэтому строчковый резюме работал в турфирме в 2020 году и работал в турфирме, например, в 2011. Это две совершенно разные строчки, по сути своей. Самые лучшие вопросы, которые я слышал от кандидатов, спрашиваю у него, что вам интересно. И вот интересно, и вообще в целом искусство задать вопросы очень сильно показывает, насколько человек вообще в целом релевантен, и насколько он силен, и насколько он вам подходит. Слышу вопросы, например, если бы я был мухой на сцене в переговорке вашей, то что бы я заметил? Кто говорит больше всего? Как войдут себя люди? И так далее. Спрашиваю вопросы, например, расскажите про сотрудника, которого вы уволили недавно. За что вы уволили? И наоборот, расскажите про сотрудника, который у вас успешен. Почему он успешен? Управление большими коллективами – это всегда про то, чтобы много чего успевать. И любой талантливый топ-менеджер знает миллион разных мелких лайфхаков. И я, знаете, все время на собеседованиях про это спрашиваю, постоянно какие-то интересные вещи. А скажите, что-то интересное, каким образом вы управляете своим днем? Или как вы управляете своей энергией? И, знаете, я очень много чему с этого научился. Например, на 2 часа днем выключать телефон в режим. Или каждый вечер 10 минут медитировать. Очень полезный и хороший вопрос не только для того, чтобы понять вообще, человек про это думает, есть в нем какая-то саморефлексия. И в целом чему-то научиться. Интересный вопрос, как-то мне человек сказал, что если у него какая-то проблема в жизни, то он садится и думает, если бы я был супергероем, каким-нибудь из фильма конкретно, или каким-то героем, то как бы я в этой ситуации поступил? Юмор – очень классная вещь, которая помогает людям переживать стрессовые ситуации. Поэтому если у человека хорошее чувство юмора, то это тоже признак успешного топ-менеджера. Самая классная вещь, которая мне помогает для того, чтобы принять решение, это после интервью сесть, закрыть глаза и 5 минут просесть спокойствия в тишине. И почувствовать, какие вообще эмоции оставил этот человек. В моем понимании люди делятся на три категории. Те, кто энергию создают и заряжают. Те, кто энергию управляет. И те, кто энергию забирают. После интервью, когда садишься, закрываешь глаза, четко понятно, что с тобой происходит. И понимаешь, хотел бы ли бы я у этого человека работать. Хотел бы ли бы я оставить этому человеку ключи от своего дома.